Здравствуйте! Свыше полумиллиона банковских должников не смогут уехать за границу в этом году. С таким прогнозом выступила Национальная служба взыскания. Причем треть задолжала по кредитам наличными, а четверть по автокредитам. По данным Федеральной службы судебных приставов, в первом квартале этого года ограничение на выезд за границу из-за долгов было наложено примерно на 190 тысяч россиян. Из них около 70% это должники по банковским кредитам. Если тенденция сохранится, то за год ограничения на выезд получат 530 тысяч человек. Минимальный долг, из-за которого могут не выпустить за границу, составляет 10 тысяч рублей. Особая доля просрочки составляет по кредитным картам. Эксперты объясняют это тем, что карты – это основной драйвер роста кредитного рынка. Поэтому таких кредитов выдается больше всего. Центробанк убрал с рынка сразу 13 банков. В первую рабочую неделю лета лицензии были отозваны сразу у трех кредитных организаций. Рынок покидают два московских банка – Софрина и БФТ, а также еще один – Иркутский банк. Столичные банки поплатили с лицензией за неисполнение законов, низкую достаточность капитала, а также зарискованную политику. Навел сегодня порядок Центробанки в Крыму. Полуостров покинули 10 украинских кредитных организаций. Таким образом, количество банков, у которых регулятор в этом году отозвал лицензию, достигло 36. В центре Перми 12 июня запретят продажу алкоголя, сообщает Пресс-служба администрации города. Невозможно будет купить спиртное, в том числе пиво и пивные напитки. В городском управлении по развитию потребительского рынка сообщили, что запрет будет действовать с 8 утра до 23.00. Сухой закон введут на территории центральной части города, ограниченной реками Кама, Данилиха, улицами Стахановской, Чкалово, Старцевой и рекой Ягошихой. Таким образом, чиновники планируют обеспечить общественный порядок на время проведения Дня города и Дня России. Нарушение постановления администрации может привести к штрафу. Должностные лица заплатят от 3 до 4 тысяч рублей, а юридически от 30 до 40 тысяч. Компания Samsung презентует смартфон на основе операционной системы Tizen. Устройство будет представлено сегодня в рамках конференции для разработчиков в Сан-Франциско, передает Интерфакс. Новый 5-дюймовый смартфон доступен в двух цветовых решениях, черном и золотом. Он оснащен 8-мегапиксельной камерой, а также в нем встроен сканер отпечатков пальцев. Новая операционная система Tizen станет прямым конкурентом Google и Apple. Напомню, система Android, которая и стоит на большинстве телефонов Samsung, принадлежит американской компании Google. На этом у меня все. Удачи в делах.